Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своем заказе в компании Avon по 16 каталогу. Первое, что я там заказала, вы уже можете видеть. Это вот такой вот держатель для украшений в виде очаровательной такой барышни. Очень много здесь отверстий, да, много таких изгибов, куда можно повесить любые серьги, повесить цепочки, браслеты, все что угодно. Я довольна, что приобрела этот держатель. В каталоге была акция, можно его было заказать дешевле, но при этом приобрести какую-то, например, бижутерию. Никакая бижутерия меня не заинтересовала, и держатель я покупала по его полной стоимости в 700 рублей. Поэтому, наверное, он мне и пришел, потому что часто бывает, что мне какие-то интересные вещи просто не доходят и заканчиваются раньше, чем я их могу получить. Очень я довольна этим держателем, очень рада, что он ко мне пришел. С удовольствием его завешу всякими своими серьгами, цепочками и прочим, и будет он у меня стоять, радовать глаз и очень полезная, как мне кажется, вещичка. Если уж я начала говорить об аксессуарах, то расскажу сразу и о другом аксессуаре. Это такие вот замечательные ангелочки к Новому году. Вы, наверное, уже видели этих ангелочков в видео у других девочек. Мне они очень понравились. К тому же порадовало, что Эйвен сразу две фигурки в одну коробку упаковала, непоштучно их продавал, как обычно. Они очень приятные, конечно, может, не совсем стопроцентно сделаны качественно, но, тем не менее, и на подарок, и просто для самого себя, мне кажется, они очень-очень неплохи. Вот, кстати, девушка эта все время раскачивается. Она такая стройная, что ее качает ветром. Что можно сказать, значит, об этом ангелочке? Вынимается вот такая вот защитная пленка, там стоят батарейки, и ангелочек начинает переливаться разными цветами. Мне кажется, в темноте это будет выглядеть очень красиво. Эти ангелочки будут уместны как на новогодней елке, так и просто в качестве аксессуаров, например, на книжной полке или вообще на какой-нибудь полочке. Мне они понравились, я довольна, что я их заказала. Если продолжать новогоднюю тематику, то заказала я себе вот такую вот пену для ванн. Это у нас ароматная клюква и апельсин. Она выглядит довольно забавно, да, бутылочка выполнена в роли такого снеговичка. Мне кажется, это очень мило и самому воспользоваться такой пеной и приобрести кому-нибудь на подарок. Аромат просто потрясающий, просто на самом деле замечательнейший аромат. Надо было, наверное, заказать и другую пену. Эту я еще, честно говоря, не знаю, буду кому-то дарить или оставлю себе. К сожалению, у меня нет возможности принимать ванну, но для ножных ванночек или увезти к маме, где все-таки есть возможность принять ванну, хотя бы иногда. Вот я еще подумаю, так что либо себя оставлю, либо подарю. Но мне кажется, что просто замечательная вещь. За те деньги, сколько она стоит, ну, может, дороговато. Но зато сразу новогоднее настроение, сразу хочется бежать и принять ванну с этой пеной. Так, что еще я приобрела? Вот такой вот крем для тела, интенсивно увлажняющий для лица и тела для всей семьи. Ромашка и овес. Я его собираюсь использовать только для тела, да. Это серия Avon Care. Очень давно я гоняюсь за этим кремом. Это самая низкая стоимость на него, какую я когда-либо видела. Здесь, кстати говоря, объем огромный, 400 миллилитров. 99 рублей за такую банку, я считаю, это очень недорого. Ну, не знаю, хороший крем, нехороший, хорошо он впитывается или нет. К сожалению, я им пока что еще не пользовалась. Но с удовольствием воспользуюсь, потому что очень давно его хотела и, наконец-то, смогла его себе приобрести. Также приобрела я себе по акции сразу три скраба для ног. Все они абсолютно одинаковые. Это мое любимое средство для смягчения огрубевшей кожи ног. Самое мое любимое средство у Avon. Обалденный скраб. На самом деле работает намного лучше всех скрабов, которые у Avon есть. И действительно скрабирует кожа после использования этого средства. Мягкая, нежная и подготовленная к дальнейшему уходу. Я немножко не по инструкции использую это средство. Я не жду, пока у меня оно целую минуту будет высыхать. Я его наношу на подсушенное полотенцем ноги и сразу же начинаю массировать. Оно в процессе подсыхает, отваливается. Я его смываю и получаю очень хорошие ухоженные ноги. Так что взяла сразу три штуки, потому что с ужасом увидела, что в моих запасах этого средства нет. Вот так что затарилась. Также я приобрела кое-что из декоративной косметики. По самой, как мне кажется, оптимальной цене я приобрела пудру рассыпчатую, которая называется Спокойное сияние. По крайней мере так написано на упаковке. И к тому же она еще и тональная. Я не очень понимаю, что значит тональная пудра. Я ее собираюсь использовать как обычную пудру. Как вы можете видеть, баночка выглядит следующим образом. Здесь 6 граммов и вот такой вот оттенок айвори. Мне кажется, он немножко темноват и на зиму, скорее всего, он мне все же не подойдет. К тому же, если присмотреться, можно заметить там мелкие-мелкие-мелкие блестки, которые меня тоже немножко смущают. Да, рассыпчатые пудры часто имеют в своем составе блестки, но здесь эти блестки просто невооруженным глазом видны. Попробую, конечно, я нанести эту пудру в ближайшее время. Если же она мне покажется темной, то оставлю на лето. Внутри есть небольшое зеркало и вот так вот выглядят отверстия, через которые эта пудра должна высыпаться. Когда-то у меня была похожая пудра. Я знаю, что вот такая форма подачи продукта весьма неудобна. Но, тем не менее, Эйвен продолжает выпускать свои пудреницы именно в таком формате. Что ж, поделать, придется приноравливаться. Так что я пудрой довольна, но, честно, цвет меня несколько смущает. Также я приобрела лак для ногтей очередной в свою лакоколлекцию. Я взяла лак из серии «Искусство меняться». Там представлено всего три оттенка. Я взяла самый такой красный. По-моему, он называется «Танго красный». Что-то с танго связано. А в чем фишка этого лака? Вы наносите его на ногти, сверху покрываете каким-либо топом, и лак становится другого цвета. То есть он становится более ярким. Это можно наблюдать на моих ногтях. Вот здесь, на этом безымянном пальце лак не покрыт топом. А на остальных пальцах он покрыт. Вы видите, он здесь более матовый и более такой невразумительный, что ли, по цвету. Там, где лак покрыт топовым покрытием, ногти яркие, красивые. Кстати, лак перламутровый, наносится хорошо, сохнет хорошо. Но, скажу честно, у него есть ряд недостатков. Один из недостатков – это то, что ногти, не покрытые топовым покрытием, очень быстро теряют первоначальный свой хороший вид. Лак очень быстро с них облезает, царапается и затираются кончики. Буквально в течение нескольких часов. Я считаю, что это нехорошо. Если ногти покрывать все топовым покрытием, то исчезает смысл вообще этого лака. Не знаю, что там производитель себе думал, но... Я лаком довольна, но если вы хотите именно игры на контрасте, то эти лаки все-таки несколько в этом вопросе недоработаны, как мне кажется. Мне лак понравился, но покупать какие-то еще оттенки или как-то очень сильно пищать от этого, от восторга от этого лака, я тоже не собираюсь. Но приобрела для моей коллекции, он весьма неплох. Собственно, это весь мой заказ Avon. Он был очень небольшой. Спасибо за то, что вы меня посмотрели. Всем пока!